ну вот ноябрь месяц 2023 первая зимняя рыбалочка приехали вот на такое озеро сайлинг хилл короче туманчик стоит рассвет и вот избушка даже избушка то честно сказать и не назвать полноценный дом из кирпича построена чистом поле досками до внутри обшит доской ковер всю кресу телека не хватает печь из кирпича и шконочка такая трехспальная из сухарника сделано чтоб наверняка стол кстати тоже из вот это архитектор местные избы вихру его дом и делали с парнями ну тут немножко она пустая была мы не был порядок приводить нажечь карточки такие суда полотенца сканворды даже есть разгадывать даже полочка это из сухарника прикольно прикольно конечно избавить кирпича посреди леса поляны и каждый день такое увидишь приехали мы на квадроцикле загружены полностью неопредимая его бур электростанция рюкзаки за спальники и да они прогреют сначала а потом снимают новая станция лёха только приобрел упаковочка вот тут чердак что ли есть да там когда здесь жили нету был вот там заколоченного расколоти его вскрыли расколотили там видите когда сюда приезжал женой раньше все года у них все было спрятано они уезжали они с города сумы украины но они уже пенсионерами были тогда потом перестали приезжать леска лет восемь назад десять и письма была пустая заброшена заброшенную просто ничего не было мы придем она была разгромлена пичевали пилитов заходили уходили мы пришли все убрали все выкрасили все что могли вставили окна двери все сделали топчан сделала подлатали печку привезли на печку железо кусок его украине не успели поставить украли потом сделали стол дуб все что есть это все мы сделали можно выключать было где-то гвоздик наверху я помню он гвоздик все вижу прям получается на стол да сейчас мы придумаем потом в принципе вот обжились немножко сделали свет все тут телефон заряжается печечку растопили печка уже даже немножко подогрела помещение я думаю через часик тут уже тепло будет все плитка для готовки чтоб ускорить процесс мафан это холодильник наш сейчас поедем за дровами чтоб мыши не пришли всю еду сюда сложили это русская карельская чача абхазская так сейчас главное дров раздобыть поблизости поля дров нету поедем чуть дальше ближе к болоту там знаю сухарник найдем какой-нибудь потому что дрова тут по минимуму от все что есть на растопку только лёха хозяйственный мужик порядочке порядочке все как и заехал убраться потом босиком можно было ходить по ковру да конечно не желательно тапочка тапочка но так сейчас перекусим и в путь делаю сюда хрена день короткий на все успеть чуть-чуть хоть удочку закинуть разок да и порыва чуть-чуть получится получится ухи сварим по сути мне рыба только ради ухи нужна надо было камба взять дома нету дна вот именно чтоб она вот только-только знаешь вот это когда ты ее кидаешь да в этот в котелок она еще плавает там среди картошки недалеко короче от нашей избы где мы остановились есть еще вот такая избушка вагончик да замком сколько лет я тебя не видел родная моя сколько здесь ночей суши ну на двоих принца двоих мы втроем спали вообще неудобно варю нормально будет все в дровах воды ни дров ничего нету изба-то хорошая конечно меня товарищ в окно в это вылазил не поверите ну это правда слушай но рыба вялась у нас все одновременно небольшая она зато прогреется в принципе она летняя вот она тухнет буржуйка и ледник она очень маленькая вообще микро что меньше стало но меньше она не стала но по короче да по сути палатка палатка из этого из дерева за порядок смотри легче да кстати молодцы тут и был походу где-то наверное не знаю сезон хорошо ну продуктами забивали все это высокий нарубимое место это мое блин ну те мало тут конечно место это легкий огонь одеяло оно было в той избе его перевезли сюда видимо место мало да но укрыться можно от дождя книга мини котелок в мини-избе да ладно и самое интересное что здесь даже туалет есть то есть у той большой избы кирпичный нет туалета а здесь есть подсумок летняя кухня туалет модернизировали он был немножко другой лучше да прикольно слушай а озеро где тут вот тут по тропинке идешь его не видно она в ста метрах как мы ее нашли мы знали что здесь есть изба но ее никак не могли найти дорога была не прорублена и мы увидели вишала висят ну то есть подумали скорее всего она здесь и смотрим колышки затесаны обрублены затесаны и как вот как вот тропинку да как визиро было мы по этим колышком шли-шли и вот наткнулись на нее тут ручей рыбу мыть хорошо чистить воды набирать сват озеро течет нету красной рыбы звучит красный нет никакой хорошо здесь когда вот это раз был здесь этого кустарника не было здесь вообще было здесь костерок жгешь все четко тоже летом ну прикольно летом здесь хорошо и не как бы это не бор сосновый такой как бы приехать чисто это подышать лесным воздухом порыбачить он сюда озеро ты лишь недалеко тут в принципе круто ну ладно поехали давай на возили Что ты будешь делать? Ну все, короче, дров запаслись Воду топим Детели не до озера На один раз, в принципе, думаю, хватит, ничего страшного Вот, и готовим покушать Леха, горячий, корейский парень Все промокло на дровах Дров заготовили, сушина лежала валежная Мы ее расчекрыжили, привезли за два ходки Вот В чем будем кушать-то? Я думаю, макарошки сделаем С тушеночкой, с поджарочкой Блянь, хераси, как уютно Да? Реально, как дома Печка топится, жарится там на ней В этом плане, да, хорошо здесь зимой Мы здесь, зимой тоже бываем частенько в этой избе Постоянно едешь, что-нибудь привезешь Там, сейчас вот привезли Портфель какой-то старый Нашел дедушкин портфель, наверное Которому лет больше сорока, наверное Мне он уже не нужен Я на него с ним ходить не буду Дети, думаю, тоже в школу с ним ходить не будут А здесь пригодится, он такой под кожу сделан Либо кожаный, я не знаю Кожаный, скорее всего Кожаный Мало ли кто-то приедет, там пойдет за рыбой Некуда будет брать О, висит красивый такой Оп, и возьмет его Ну все, варитесь макароны Мало ли кто-то О, налил Налью Прикольно, да? Мы на рыбалку приехали По бутылке уже в сандалии, Лен Пожрали, в сандух переделали На льду еще не было Да ладно, что не ради льда приехали Нет, согласен Не получится, так не получится Давай выпьем Будем кушать Давай Давай, ну Опять Я так, генерал, толстый говорить не умею Ага Но за рыбалку Ну Благополучие Ну что, попробовать, все получилось Макароны по-дозерски Суховатые Немножко суховатые Макароны? Слушай, не знаю, нормально Я даже сказал бы, совсем не суховатые Короче, на улице пошел дождь Только мы собрались идти порыбачить И пошел дождик Причем не просто дождик А прям ливень Не знаю, сейчас я вам фуфайку надену Рабочую Вот такую Вроде как непромокаемая Ну, вроде как Керная Порыбачиваем Немножко посидим Так я думаю, не стоит, наверное, сюда ставить Не, не стоит, Леха, давай это Давай поставь, просто в тепле так поставь Посидим, короче, сколько сможем Пока не промокнем Даже если промокнет, промокнет вот она Нижняя будет сухая Пока мы собирались Шли до озера Начался снег В пучниках Начался дождь, плавно перерос снег Это радует Не радует, потому что воды надо Да, и вот Непонятный такой лед Еще был нормальный лед Будет у нас держать Не будет Ноябрь месяц Первый лед Ну что, как? Покажу Почти 20 сантиметров Это хорошо Ну, видно даже Уже достал Достал, да? Очень большая ледяная Здесь, наверное, такой же Я думаю Он так встал Очень толстый Около двадцатки Ну, нормально 20 сантиметров Уже можно на снегоходе гонять по льду Поверно здесь Порыбали Короче, я сижу У меня пока что тихо Даже поклевки не было ни одной А Леха вот уже На блесенку первого взял Ну, уховой такой Да, смотри Черныш такой, да? Ну, не местный Наверное Пойдешь Хорошо Покажи, на что А блесенка такая Ручной работы С карабинчиком Таким С колечком Отдай, да Отдай Дай Молодец, Леха Я не поймаю Это хоть ты на уху наводишь Так Одного-то мало Делить на двоих Надо 7, да? Ну, хотя бы 7 Чтобы мы за 7 дрались Пробуем Ладно, рыбу водим Я еще посижу Чуть-чуть Не будут у меня клевать Я к тебе приду Все как обычно Клюет только у Люки Малыш Да, отпускаем Да, смотри Сам Либо можно Жерлицу поставить Давай вон туда Жерлицу поставить Давай Как правильно Ставить живца Берем Карабинчик И просовываем Через жабры Через рот Высовываем Кровородовой Просунул Вот крючок Обратно Вот так Вот И Запускаем Живца Единственный минус Это у меня фошка Фошок потерянный Вот так Ну Я думаю Ничего страшного Если шупачок ударит Будет сидеть На жерлице Сколько Леха уже поймал? Своим четыре Четыре штуки А у меня еще поклевки Даже не было Ужас Как так-то? Ну вот у меня клев пошел Первый зимний окушок В этом году Красавчик Хоть порадовал А то у Лехи Клевет А у меня как обычно А вообще Смотрите Какая природа Хлопами Снег падает На улице На улице тепло И охеренный вид Пляха-муха Как же это красиво Настроение новогоднее Я уже подумал Надо бы гирлянду с тобой взять В избе повесили бы Ладно, рыбалим дальше Ну дергай Рекордсмен А дергал-то так Бешено-бешено Бешеный окунь Да стой ты Братуха Давай Опарыши только съел А опарыши у нас немного Дергает, тыркает Оп, съел Моя ушка Да стой ты Мри, захавал Моего Опарыша Опять Оп Пойдет Мелочь играет Периодически Десять минут Поклюет Потом перестает Опять Ну Не хочет Взял, да? Короче С Лехой Мы на двоих Штучек 15 взяли Более-менее Которые По большему Их Отложили На уху Ушица Сварить Ну Прикольно Играет Да? У меня тоже Лех Придергает Как Леха Муха Опять Коры Сети И опять Опарыш 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 Осталось На один Раз Еще Нацепить И все На глаз Леха Пробовал На глаз Не клюет Горит Так Так Сидит Молочевка Ну По крупнее Чуть Ну все На сегодня Рыбалка Уже Закончилась Начала Темнеть Лех Перестал Уйти Вот такой Пакетик Леха Леха Двоем Наловили Не знаю Килошка Точно Есть Может уже Поболее Полтора Небольшие Акушарики В принципе Пойдет Сейчас Почистим Ухи Сварим Одну Жерлицу Постаиваю Не знаю Шансов Конечно Мало Чтоб Что-то Попадет Но Чем Черт Не шутит Можешь Чупачок Небольшой Ударить Хоть Что-то Домой Привезем Так Ну что Двигаем Крисбе Потихонечку Растопили Снежок Вон Вышел У нас Ровно Кастрюлька Сейчас Добавим Вот такую Штуку Сушеные Яблоки Вакууме Лехиного Производства Леха Ты их долго Растил Я Да Все лето К этой рыбалке Специально Вот Короче Добавляем И у нас Будет Сахар А Сахар Да И у нас Будет Получается 2 литра Компотика Место Вообще Не занимает Рузыки И 2 литра Дрова Закончились Последняя Полежка Осталась Надо Идти Заготавливать Там Такой Снегопад Это ужас Да Вообще Прям снегопадло Самое Настоящее Пошел Потом Подмести Здесь Все Убрать Хотя Зачем Потом Если Можно Сделать Сейчас Лишнее Ну что Займемся Дровами 4 Долготья Распилить Нам Расколоть И в принципе Нам должно Хватить До утра Вот Завтра Нам уже Особо Топить Не надо Будет Много Так Мы считай Одну Мы весь день Оттопим Одной Одной Ну плюс Мы взяли Чужих Дров Ну мы Отставим За собой Немного Больше Чем Взяли Надо Всегда Сделать Чтобы Было Лучше Чем Ты Приехал Что Погнали Давай Давай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Слушай, великое дело, конечно, этот генератор Да? Нравится? Да Ну опять же, чем отличается генератор от фонарика? Когда не было генератора, было примерно вот так Слушай, что сразу генератор отразилось Сейчас выключу Плавают обороты Хотя лампочка 20 ват всего При номинальном мощности генератора кило 200 Ладно, что уха, наверное, азы ухи Это картошка, лук Рыба, соответственно Соль, вода, лаврушка, перец Все, наверное, эти вот 6 ингредиентов Это вот составляющие ухи Все остальное тоже Какие-то допы, я не знаю Кому-то портят вкус Ну, наверное, вот это она самая такая Слушай, я раньше делал Не знаю, откуда это у меня появилось Это, может, фильмы в каком-то увидел Я стопку водки добавлял в это в ухо Так она испарится Потом я понял, что от этого нет никакого смысла Вообще испарится и все Правильно Вода остается Я делал, когда Деньческие годы В то время Хороший понт, дороже денег Красиво это сделано Наши уже за тобой повторяют Буона не хватит, наверное, на уху Вот у нас еще есть Вот надоем мой из-за прошлого года Нет, к тому, что просто поменять придется Ничего страшного Я закрываю Вот так. Рецепт и дez후 Я закрываю Рецепт и дезинец Как и так вот Я закрываю Я закрываю Поворачиваю Я закрываю Крутую Я закрываю Взна Так, прикрою. Фреш такой видео. Мяту добавить туда. Слушай, пахнет виноградом. Я ее нюхал. Пахнет вкусно. Я скажу, что вкуснее, чем русский алло пахнет. Самое главное – это сало. Ладно, выпьем. Давай. Попробуем, что у нас получилось у тебя, потому что я не варил. Только попробуй, скажешь, что не вкусно. Почему я буду говорить, что не вкусно, если она не вкусно. Если она не вкусно, я бы сказал, что не вкусно. Леха, щелкни чайник, пожалуйста. Сокипел. И хлопка. Я его люблю, когда уха есть на рыбалке. Так лень готовить всегда, но когда его приготовишь, в заходе, да? Великолепный вкус. Отличный. Божественный. Получилось? Да. Она и должна быть такая, она должна быть без рыбы. То есть рыбу варишь и выкладываешь ее. Сначала уху, потом рыбу наоборот, потом вместе. Как я. Я так рыбу ем, если это будет крупная рыба. Или красная. Или красная. Или щука, например. Или голова. Вот ее солью кушаешь. Вкусно очень. А этих окушков тут только кости ловить я не люблю. Угу. Угу. не будет служить до утра. Угу. 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 Тут и до завтра. Ну все, настало утро. Погода, огонь Выспались Уже часов, наверное, где-то полдесятого В принципе, с полу с тепло Печечка грела Леха просыпался, правда, один раз подкидывал А я вообще не просыпался Храпел Утром встал, у него, в принципе, тепло Тормуха справляется Погода крутая вообще Вышли, все тепло Вот теперь Снега нет Ну, вот, примерно, навалило Сантиметров Может, семь За ночь Туманчик стоит опять Сейчас позавтракаем Надо собираться Да, пойдем опять на лед Порыбачим немножко Посмотрим, будет кровь, не будет Порыбачим, пообедаем, наверное, потом И ближе к вечеру уже домой поедем По свету надо еще До дома доехать 1-0 В следующих поединках дня Турский арсенал был сильнее Московской родины 1-0 А Краснодарская Кубань С таким же счетом Нанесла правду не ленинградцу Был российского полузащитника Магомеда Аздуева Помог пауку Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 туманчик стоит, короче кайфово, клево побольше и вообще удачная рыбалка была короче по дороге проезжали несколько раз уже такую избу, решили зайти изба конечно под уставшая уже, это кстати бывший тоже вагончик, как ее называешь, как называется это изба? это называется отель 5 звезд мраморный клоповник, сколько здесь, здесь только по одним надписям что здесь есть в избе в этой, можно географию района, она уже все да, у нее уже никто не ночует, потому что сняли печку, все правильно, да, запах, это кстати моя штука, я ее прикреплял много-много лет назад дыро Мерлин, да, да, видишь сняли железо с печки, все, вьюшку, все, все что тут прибыли 31.03.2020, рыбы нет первое, ждем попутку, едем домой на карантин карантин был, а кто печку-то снял? да кто-то снял, была печка, нормальная плита, она топилась, да, как ни крути, но здесь жить было можно, видишь, раньше двухъярусная кровать стояла, наверное, как раз где-то в 2006 годах, вот тогда вот, здесь было, то есть двух, тут можно было в четвером спать спокойно, вообще не напрягаясь петь и звезды начинает опять, ну это дымило печка, да, все черные сменение я скоро буду, да, но все потихоньку заросло, все осталось в памяти мусор, не мусор а печка была, получается, половина металлической, половина крепче, здесь лежал металл, здесь была дверка, здесь была нижняя дверка тупая металл, ступерли, да? да, тупая, все браловредитель как эту не забрали, странно, кстати, вот ее можно снять, будет, приехать потом, и с вознадером и повесить в ту избу, там она будет больше приносить пользу, здесь уже никто не живет смотри, флажок, у меня как раз потерянный вот возьми да нахер он уставший уже совсем ну ладно ну, однако, если замерз она тебя, наверное, сильно не спасет от изба не, ну если теоретически здесь костер по трубой развести может быть она и будет наверх вытягивать ну ладно, пошли кстати, предподозер летом нет нигде червей, вот здесь помойка ага ее не вижу под снегом сейчас и тут есть черви можно накопать да, на самом деле, если у людей было бы не такое скотское отношение, да, к этому делу прикинь, вот тут изба, хоть и небольшая, но изба там, к которой мы дальше, ну, заезжали в эту первая маленькая, микро три избы и вот этот, где вот мы ночуем из кирпича три избы то есть три компании, грубо говоря, рыбаков могли бы одновременно рыбачить на озере тогда, да с дровами тут беда ну, найти можно при желании если есть техника, если есть пила если есть руки согласен короче, приехали, сушимся Леха боты промочил свои а, Леха, может там какие-то мои одеть по сапогам сюда а, они твои? это местные не, не, мои, одевай ааа я их не одеваю, но местные я не буду ну, да ладно ну, да ладно сейчас, короче, подсушимся да, будем вещи собирать посуду мыть и будем домой выдвигаться времени два часа пока соберемся пока уберемся пока выйдем уже и темнеть, возможно, начнет хотелось бы по свету доехать поймали местную волну карельскую на карельском языке сидим учим родной язык ну, избана кочегарина, конечно, от души я вам во флисе сижу, мне жарко кирпичная печка, конечно, вещь ну, все, уезжаем вот такая вот получилась у нас рыбалочка небольшая все в избе порядок оставили за собой протопили даже депо оставили за собой изба протоплена дров привезли мусор разобрали короче, все как люди все как положено даже каски надеваем не нарушаем закон правила дорожного движения в общем, ребят если вам видео понравилось палец вверх обязательно палец вверх ну и до новых встреч пока